уважаемые любители моих небольших роликов ну как всегда я стараюсь сочетать приятное с полезным но в данном случае вообще это полезно потому что я кабачки которые лежат перед вами я их прибираю на зиму не то что как бы есть ничего как некоторые думают хотя думают правильно но как то вот у меня есть ролик про либерализатор вы знаете что такое отразин атроцин как он либерализует мальчиков в девочек вы можете посмотреть при случае поэтому даже травку очень полезно и сельского хозяйства надо использовать с осторожностью потому что неизвестно всему это приведет вдруг кто-то запоет женским голосом без всяких дополнительных инструментов или еще как то есть я сторонник натурального хозяйства тем более все время обещают какое-то это тактическое зерное оружие некоторое время как вы знаете не очень все хорошо растет то есть все слишком хорошо но не то что нужно поэтому я продолжаю свои глубокие заблуждения к тому же купил замечательный инструмент которым шкрябаю кабачки получается тоненькая шкурка вообще удобная вещь лучше чем ножом даже вот химикатовским поэтому я стригу кабачки рассказываю вам всякие истории в том числе про то как у нас сейчас эволюционирует человечество ну и в том числе на нашей прекрасной земле у меня все время задают а нельзя ли вот как-то ускорить ну кто же против ускорить вы же знаете сейчас вот немножко эволюция ускорилась министерстве оборонов и там даже стало легче дышать местами хотя еще мне кажется недостаточно ну вот но и во всех остальных сферах понимаете какие усилия надо приложить чтобы навести порядок всяких злодеев отогнать от корыца в котором находится госбюджет в общем трудно это все поскольку сами понимаете ледоков много а бюджет мало поэтому приходится прикладывать колоссальные усилия но тем не менее их прикладывают я думаю что в дальнейшем будут успешно но у меня спрашивают же конечно не про это меня прошу спрашивают про то как бы так заделать чтобы побыстрее всем же хочется лучше и лучше вот потому что сил нету терпеть и возникает вопрос а как вот улучшить процесс ускорить эволюция чтобы раба работящих отделить от бездельников дураков как-то поощрить а идиотов как бы наоборот и бездельников ну в общем какой-то человеческий порядок навести ну как во времена там астралопитеков или наших далеких предков эректус ну когда если ты пользу не приносил обществу растущего человечества то тебя самого из тебя сделали по делали пользу ну то есть закупку как бы вот так сделать возникает много очень вопросов конечно каждому же ведь чиновнику каждому не состоявшемуся советскому комсомольцу не представишь же популяционеру а к полиционеру никак не представишь каждому по специалисту который работает на лубянке чтобы он следил за полиционером чтобы тот следил за чиновником чтоб тот не сильно так сказать заботился о себе любимом то есть это очень проблематично очень много требует сил а граждане простодушные ну пишут там кит бумажки обманули обобрали обворовали не дали ждать конечно осталось в принципе недолго потому что скоро вернутся бойцы которые пошли воевать не столько за деньги сколько за справедливость обращаю ваше внимание они могут спросить возвращаются они смотрят а здесь все так же возникает вопрос ребята а все ли тут хорошо может нам чего подрихтовать немножко с помощью рпг как бы такие мысли не возникли они больше не возникнут но они как то просачиваются поэтому как вы понимаете всякие действия которые будут занимать этих людей они будут несколько затягиваться потому что когда они вернутся возникнут вопрос и они не останутся без ответов потому что они умеют нажимать на курки ну и много всяких других интересных историй которые светят нам в будущем опять возникает вопрос а как бы этого это все равно ускорить ведь хочется побыстрее правда ну вот есть такой способ есть он очень простой у нас же ведь основная проблема какая среди гоминид многие же даже жалеют говорят вот смотрите при советской власти секретарь компартии там вытас делает не то его снимают и куда-нибудь подальше строить в колумбах что-нибудь или директор завода заворовался его взяли по партийной линии в красный уголок вызвали и сделали с ним то что положено а так то в красном уголке в основном разливали опытные члены партии но если оставить эту часть то в общем был присмотр какой-то а сейчас присмотра нет поэтому все говорят у нас должна быть демократия ну то есть власть народа ну имеется ввиду видимо греческий вариант когда один гражданин а ему каждому представлены три раба но чтобы он не нуждался ни в чем что-то мне такая демократия не нравится потому что всегда можно оказаться в составе тех кого больше ну значит выборные должности ну выборные тоже отлично ну если вы выбираете вы и считаете ну сами понимаете не всегда получается удачно то есть нужен какой-то другой инструмент эволюционный который бы заставлял чиновников отвечать за содеянное дело то не хитрое за содеянное отвечать сделал ответь а то как то не при чем приходит гражданин в контору ЖКХ и говорит вы что делаете он говорит а у нас вот такое постановление и все и превращается в дурную бесконечность возникает вопрос может как то это упростить и эволюционно ускорить так чтоб все сразу осчастливились уважаемые слушатели я буду отвлекаться поскольку у меня вот эти вот замечательные кусочки кабачка жарится сейчас во фричуре вот здесь рядом в двух метрах в масле которая не выгорает в отличии от этих прохиндейских фричурниц в ресторанах а качественные специально с высокой температуры с высокой температурой кипения вот я в нем обжариваю а потом посыпаю солью смесью пряностей там кардамон мускат душистый перец много чего еще получается прекрасная закуска ну и вообще часть я замораживаю на зиму ну на случай тактического ядерного оружия как вы понимаете поэтому я буду отвлекаться вот сейчас я как раз отвлекаюсь ну вот продолжаем разговор вот видите у меня уже продукт бесподобный здесь и тыковка у меня и кабачок и уже посоленные и поперченные в общем это закуска так вот как бы так это все ускорить как бы так сделать чтобы чиновник был проверяем чтобы ему регулярно напоминали что он слуга народа от чего у них вытягивают целиться уголь ты чего на персональном автомобиле и все слова народа служи фаса порт прыг скок что-то не видно ну естественно это раздражает очень сильно и не только людей попроще но и людей даже при власти возникает вопрос как с этим справиться ну поскольку я занимаюсь эволюцией гуминит ответ просто лежит на поверхности проверяющих должно быть больше чем чиновников тогда не скрыться как же это сделать ой хорошо сентябрь кончается уже октябрь стучится поэтому все холоднее так вот ответ простой а почему бы нам не сделать проверяющих не все население как это сделать вы скажете писать доносы упаси вас бог чернила не хватит тем более это абсолютно бесполезно потому что на все доносы спускаются ниже стоящему начальству которое с вами будет разбираться значит что надо делать а надо делать то что уже давно назрело разрешить свободную продажу огнестрельного оружия и краткоствольного и длинноствольного и с оптикой и с глушителями очень полезные вещи например в вечно ругаемой чухляндии это такие страны чухонские территории почему-то их почему-то называют там Литва, Латвия, Эстония, Финляндия не понимаю ну в общем это наши губернии и никаких разговоров о их самостоятельности быть не может потому что дикари совершеннейшие ну вот но тем не менее даже в этих совершенно диких странах произошли удивительные дела там разрешили свободное ношение оружия что случилось преступность та самая которая вот а те кто не понимает что надо работать чтобы жить а считают что надо воровать чтобы жить уменьшилась в полтора десятка раз потому что каждый знает что придя в дом к тихому гражданину он может получить в лоб пульку и на этом его жизнь закончится безвременно а с чиновниками то как хорошо пришел какой-нибудь гражданин не сдержанный а ему еще по дороге жена что-нибудь сказала вредоносное а у него в кармане простой советский т.т. официально купленный в магазине он говорит чего чего вы мне там хотели еще добавить в платежку вы знаете будет совершенно другое обхождение абсолютно их или всех уволят к чертовой бабушке и тогда она будет через интернет с этим разбираться или они будут вести себя как люди так же точно будет со всеми остальными и с полиционерами и с народными избранниками кстати говоря все служащие государственных органов не могут иметь право носить оружие в этой ситуации они же народные избранники вот народ их и будет судить и рядить ну как я надеюсь вы уже догадываетесь тому что уже сильно наболело почему оружие не было после революции да потому что те кто эту самую революцию великую октябрьскую социалистическую а-ля значит это устраивал они сами были почти все уголовниками или бандитами и они отлично знали как пользоваться оружием и как могут воспользоваться против них до этого при царизме оружие продавалось свободное и особенно беспокойства не было все равно тот кто нужен тот кому нужно тот оружие найдет особенно в нашей стране это смешно обсуждать поэтому было бы полезно ускорить эволюционные процессы раздав гражданам и длинноствольное и краткоствольное оружие и тогда в рамках того что народные избранники будут находиться под строгим контролем и будут вдумчиво по партийному отвечать на все простые вопросы а почему бензин столько стоит а куда вы денежки дели а почему вы делили преподавателем высшей школы денег а когда все посчитали выяснилось что до них до бедных дойдет десять процентов а и тут рука невольно тянется не ко вторучке поэтому уважаемые слушатели было бы желание а и ответственность повысить и у чиновников и у исполнителей распоряжения властей и сделать более добросердечные скажем так отношения на бытовом уровне даже с любимой женой я вас уверяю если у жены будет краткоствол то вряд ли добрый муж начнет лупить ее молотком не успеет так что гармония близка она сочетается с ответственностью и самое главное что 30 лет без ответственности людей которые пытаются чем-то там рулить они закончатся потому что ответственность будет другого рода она будет касаться личной любимой шкуры и шерсти и тогда как вы понимаете наступит гармония в том смысле что все будут три раза думать прежде чем совершить очередную глупость или подлость на этом я с вами прощаюсь уважаемые слушатели желаю побольше ответственности в своих поступках даже если вам за ваше безобразие не могут ответить до свидания до свидания